О том, что 7 апреля город захлестнут народные волнения ваши, предчувствовал каждый горожанин. Иначе и быть не могло, ведь за день до этого митингующие в Алайском районе уже захватили райадминистрацию. Аналогичные действия происходили и в других регионах страны. Поэтому народ на центральной площади южной столицы стал собираться уже ранним утром. Айбек Исаев был в числе активистов народных дружин. Сначала митинг проходил мирно. Выступающие выражали недовольство диктаторским режимам Бакиевых, их коррумпированным семейным правлением. Однако со стороны правительства к ним никто так и не вышел. А если бы и вышел, то их никто бы уже не выслушал. Когда терпение народа лопнуло, они захватили областную администрацию. Это и стало тем решающим шагом в стремлении народа свергнуть власть Бакиева. Толпа, стоящая на площади, зашла в здание областной администрации. Временно исполняющим обязанности губернатора назначили Кушпаха Тезикбаева. Однако народ на этом не успокоился. Спустя неделю около 10 тысяч человек вновь собрались на площади. Теперь их главной задачей было не допустить Бакиева в здание областной администрации, который, по слухам, уже направлялся в ВОЖ из Жалабада. Попасть на площадь народ им не дал. Тогда они повернули назад и остановились возле здания драматического театра. Бакиев попытался выступить с обращением к народу, но ему сделать этого не дали. И хорошо. Все тогда понимали, что он собирался закрепиться в Аше и разделить страну на юг и север. Тогда бы по всей республике начались бесконечные беспорядки. Повезло, что не было перестрелки. Хотя люди, стоявшие на площади, знали, что все его сопровождающие были серьезно вооружены. Большая часть собравшихся в тот день была молодежь, которых никто ни за что не агитировал. И уж тем более никто им ничего не обещал, вспоминает молодой активист Марат Акимбеков. Сам он тогда был студентом первого курса Орского государственного университета. Тогда народ задавался лишь одним вопросом. Что будет дальше? Что будет с людьми? С государством? Что будет с Бакиевым? Задержат ли его или не смогут? И как участник этих народных волнений, я могу с уверенностью сказать, что каждый, кто был в те дни на площади, не преследовал никаких личных интересов. У народа просто, как говорится, накопилось, наболело. И это была главной причиной революции. Сегодня в Южной столице, согласно вступившему в силу со вчерашнего дня закону, день выходной. Официальных мероприятий в Аше организовано не было. Несмотря на это, жители города помнят, какой весомый вклад они внесли в окончательное содержание Бакиевского клана. Ведь именно после позорного изгнания из Оша Хурманбек Бакиев понял, что реальной поддержки среди народа у него нет. Гулжан Алтмыш Паева, Бекджан Токтасунов, НТС Ош.